Здравствуйте! Всех с прошедшими праздниками, включая и Старый Новый Год. Год желтой земляной свиньи по китайскому календарю уже вовсю хозяйничает. Но как мы знаем, начало нашего и китайского Нового Года не совпадают. Но когда это останавливало наше желание от души отпраздновать вступление земляной свинки в свои права. Да хоть по календарю мая мы готовы встречать нового хозяина года. Свинья вообще уважаемое животное в Китае. Но вот в европейских странах, да и не только в них, имидж свиньи изрядно подпорчен. И грязнули она, и неряха, и ешь что попало, и не может смотреть в небо, на звезды. Нет, ну обидно за символ года, честное слово. Самое время вступиться за бедную свинку. Но не заслуживает она к себе такого отношения. А домашняя на свинья была, по последним данным, аж 13 тысяч лет назад. И именно на территории нынешнего Китая. По поводу привычки лезть в лужи, валяться в пыли и грязи, так это позволяет ей регулировать температуру тела и успешно бороться с кожными паразитами. И так делают многие животные. Но именно свинья считается символом не чистоплотности. Несправедливо. А чего стоит выражение? Свинья грязи найдет? Или подложить свинью? Или ест как свинья? Вообще человечество обязано свиньям по гроб жизни. Судите сами. Именно свинская удивительная всеядность, плодовитость и необычайная экологическая пластичность не раз спасала от голода целые народы. Кроме того, свинки на редкость отважные и храбрые существа. Охота на вепря еще каких-то пять веков назад считалась не менее опасной, чем охота на медведя. А своих поросят мамаша-свинья защищает отчаянно. А матерый кабан способен разобраться в одиночку и с тигром. Сегодня на планете проживает около миллиарда домашних свиней. Это более сотни пород. А очаровательные мини-пигги – это вообще последний писк моды, несмотря на свою заоблачную стоимость. Еще один пикантный нюанс. По целому ряду анатомических и физиологических особенностей человек очень близок к свинье. Ну или наоборот, извините за прозу жизни. И медицина давно уже использует свинку для отработки испытаний новых лечебных методик и лекарств, вплоть до выращивания донорских органов. Так что уважителей надо относиться к символу наступившего года и от винта.